У казачьей формы два условных жизненных периода. Первый – парады и сборы. Потом, когда поизносится, хозяин переводит ее в разряд рабочей одежды, что тоже, в общем-то, почетно. В основном Андрей Даниленко занимается установкой вентиляционных систем. Здесь с товарищами монтируют кровлю. Задача – успеть до дождей. Вечером – служба. Дежурим по станице, чтобы дети ходили, внуки спокойно ходили, чтобы преступлений меньше было разных, разбойничек, разбоев. Дед Андрей Даниленко в Великую Отечественную воевал в казачьем дивизионе Советской Армии. Во многом под впечатлением от его рассказов нынешний глава семьи принял присягу. Как жили, как быт, как землю пахали, как раньше жилось, так и рассказывал, как казаки. Вот он землю пашет, пашет, что-то случилось, взял оружие, пошел воевать, защищать родную землю, семью. Вот как жили так казаки раньше. В 91-м году, вот как оно зарождалось, так мы и пришли все с семьей и вступили в казачество все. И мои вот братья, еще двоюродные, троюродные братья, вот тоже все с семьей, с отцами пришли и все с Анапской вступили. Отец покойный, он говорит, пошли, это же наша стихия. У Андрея Даниленко двое сыновей, оба казаки. Максима летом не так просто застать на берегу, он капитан на яхте. Николай тоже в детстве ходил в море, но выбрал берег. Работает с отцом, а сегодня поведет четвероклассников в казачий лагерь. Пока на один день, просто на экскурсию. Сам он вступил в казачество по примеру отца. Смотрел, что начал больше времени в форме ходить, уходить на сборы туда. Смотрел, как он начал интересоваться, что там надо, чтобы идти посмотреть тоже. Ну, начало так просто, начало как в гости приходить, а потом уже после воскресенья присягу принял. Ответственность большая, чтобы не позорить, что никаких плохих дел не сделать, чтобы не говорили, не показывали пальцем, что вроде династия, а потомство такое плохое пошло. Николай говорит, что для него казачество – большая семья, боевое братство. Он старается интересоваться делами общества. На работе к казаку относятся с пониманием, если нужно отпускают на сборы. И казаки не настаивают, если требуется задержаться на работе. Николаю 24 года, у него двое детей. Дочери два года, сыну шесть месяцев. Они смотрят на нас, на отцов, на дедов. И так в семье оно так и пойдет уже. И правнуки, и праправнуки будут казаками. Это сто процентов так оно будет.